Хочу поделиться информацией, поскольку сама ее не могла долго найти, где в Измаиле сделать международный паспорт домашнего животного, да и вообще в Украине. Так вот, такой паспорт можно сделать только в учреждениях государственных ветеринарной медицины. Чехова 2, такая арка Держпродспоживслужба, и вот тут районная лекарня Державная ветеринарная медицина. В картах я тоже не нашла этого места, поэтому вот делюсь локацией и информацией. Телефона нет в этом учреждении, такого вот общего. Есть только мобильные телефоны врачей. Ну, как вы понимаете, я не могу делиться таким телефоном, поэтому необходимо приезжать лично. Здесь прием животных ведется. Вот так выглядит международный украинский паспорт домашнего животного. Здесь данные о хозяине, причем вы можете записать как на себя, так и еще на какого-либо члена семьи. Указываете данные согласно заграничного паспорта. Здесь, как вы видите, кличка, вид животного, порода, его пол, дата рождения и какая у него масть. Здесь данные о чипировании, дата и наклейка. По этому чипу присваивается номер, и номер этот содержится в международной базе. Такой специальный сканер, вот когда врач его вживила, она сразу же просканировала, чип засветился. Как это может помочь для поиска животных? Этот чип, он устройство пассивное. Он никаких сигналов не издает, но если такое животное попадет в ветклинику, то если будет возможность считать этот чип, то в базе по номеру найдут данные о хозяине. А так, этот чип подтверждает принадлежность этого животного именно вам. Что оно не краденое, не в общем, что это ваше животное. Здесь адрес выдачи паспорта, то есть адрес, по которому вы получаете паспорт. Причем он может быть только адрес того места, где вы проживаете. Другого никакого населенного пункта тут не может быть, потому что выдаётся он по месту проживания. Здесь вакцинация. Какая вакцина, производитель наклеивает сюда наклейка с этой вакцины и дата, когда это сделано. Для некоторых стран достаточно чипа и паспорта международного. Ну, а вообще, как бы, есть страны, которые требуют по всем полностью критериям. И там ещё необходимо при въезде титры на бешенство сдавать. И вот после вакцинации эти титры можно сдавать только через 21 день. О чём получается справка. Ну, эти титры, если международный паспорт можно получить только в государственном учреждении, то титры нет. Можно в частной лаборатории. А государственная, вот в частности, эта больница, такие титры, результат не изготавливает. Здесь странички такие вот. Обработка животных. От всяких паразитов. Лечение эхинококоза. И обработка от других паразитов. Тоже вносятся данные. Я ничего не вносила. Если вот кому-то нужно будет выезжать, то это нужно будет заполнять. Такую информацию. В конце, вот информация, где оформлен паспорт. Повторюсь ещё раз, паспорт международный оформляется только в государственных медицинских учреждениях ветеринарной медицины. Стоимость паспорта на 13 июня 400 гривен. Стоимость чипа тоже 400 гривен на 13 июня 2022 года. Стоимость вакцины в этом учреждении 350 гривен. Чип вживляется в холку. Это буквально такое какое-то вот как рисовое зёрнышко. Это такой быстрый укол. И в холку, чтобы животное не могло его расчесать. Наш кот как бы нормально перенёс всё. Дома немножко рычал. По-видимому, как инородное ощущал что-то, что не мог он дотянуться до чего. Или, может быть, беспокоило это место. Ну, а то потом нормально всё.